шалом драгоценные друзья приветствуем вас во имя господа нашего ишуа мессии эта программа слова из иерусалима я приветствую здесь элу левари как вы видите шалом шалом мы сегодня будем говорить на тему как мужу и жене оставаться друзьями как сохранить мир в доме как быть друзьями до конца потому что многие вещи происходят в этом мире и сегодня люди так живут ну пожили чуть-чуть потом можно и поменять мужа или жену живут как партнеры я даже помню элла что я говорил с кем-то из молодых людей я им даже посоветовал соединить и сделать общий счет в банке почему потому что муж мне сказал мы поженились прежде всего чтобы ну вначале он начал хорошо чтобы волю божью исполнить но мы партнеры в деле божьем что ты думаешь об этом партнеры в деле божьем но это как-то все а христианизировано так одухотворено но что ты думаешь я им посоветовал даже общий общий счет сделать в банке у них были разные счета почему для того чтобы но я видел что-то не в порядке в этом браке там есть брак в этом браке о что ты думаешь а мы горят раки против браков значит ну что я могу сказать что конечно семья должна быть а брака в нем быть не должно и конечно же это большой великий труд и это труд начинается с правильного понимания и правильного направления потому что муж и жена естественно они смотрят в одном направлении них могут быть абсолютно разные мнения но не должны смотреть в одно направление куда не движутся и кстати партнеры они смотрят в одном направлении практически одну часть одна часть соблюдена то есть не прямо можно сказать что партнер это плохо где там и партнеры но нужно это партнерство должно приобрести другую сторону еще это должно быть что извини я тебе перебью они думаю что партнерство должно приобрести другую сторону я думаю что другая сторона должна приобрести партнерство потом о ну я не против так или иначе от переменами от слагаемых сумма не изменяется значит друзья самое главное это жениться и выйти замуж не потому что нужно сделать какое-то дело а потому что есть глубокая любовь и уважение друг другу и с этого нужно начинать если нет этого глубокого понимания что это твой человек что ты и в огонь и в воду с ним пойдешь что не нужно торопиться это первое мое понимание и я верю глубоко просто я знаю как это у меня работает я не знаю как это может быть у других но я знаю что особенно у женщины есть такой компас который показывает что ее а что ей не принадлежит конечно можно желать многого но я не говорю сейчас о желании я говорю сейчас о слышании себя и узнать то что твое потому что практически женщина она ведома мужчина тот кто ведет мужчина тот кто предлагает партнерство или замужество не за когда он называет но в конце концов должна быть семья семья где муж жена дети которые смотрят в одну сторону которая поддерживает друг друга которые знают каждый свою функцию которые любят бога и и действует по его изволению дети дети которые смотрят которые смотрят в одну сторону я в это тоже до конца не верю потому что дети потом вырастают выходит замуж женятся не на день а может даже еще не вышли замуж не женились уже разошлись по своим делам вы сейчас а жене и мужа который должен смотреть в одну же жена смотрят в одну сторону то есть как им это сделать то есть разве партнерство приносит нам дружбу нет дружбу дает бог что такое дружба что такое друг на иврите это хабер а хабер от слова и тхабрут честно говоря я раньше я очень верила ну в дружбу между мужем и женой сейчас я уже меньше верю в этом все таки муж и жена это идеально потому что у мужа есть есть такое понимание как друг и это не муж и жена конечно же дружить мы должны в чем заключается дружба мужа и жены что это очень-очень так сказать ну как это объяснить это очень мурка в как это сказать на русском а очень сложная тема это очень сложная комбинация мужа и жены это дружба но это не скорее всего это даже и дружба наш это даже не дружба знаешь почему мурка в сложно вот это вторая глава бытия это таинство вторая глава бытия я прочитаю вам писание говорит плохо это новый перевод господь бог сказал плохо человеку быть одному сотворю к сотворю кая для него помощника ему под стать но на иврите там написано очень интересно воем и радунай эллоим лётов и йод адам ливадо эсэлю эзер кинэкдо эзер кинэкдо с одной стороны эзер от слова эзра помощь с другой стороны кинэкдо негет это слово противник до против против с одной стороны жена она эзер кинэкдо то есть помощник напротив тебя она имеет определенный статус равны с тобой определенный статус равны с тобой то есть это уже дружба это вместе решаются вопросы последнее слово за мужем я согласен потому что он берет на себя ответственность так должно быть но эзер кинэкдо это также она может ему противиться они одинаковые по значимости как муж и жена но статус у них разный статус жены отличается от статуса мужа но но они равны и потому как на них бог смотрит равно он равных любит он равным доверяет все таки я думаю что у жены статус от отделе а он другой есть статус жена статус муж это статус как статус отец статус сына тут совсем два разных статуса я не говорю что это статус один где-то это один до один выше другого но это не значит что один меньше другого и если мы понимаем это таинство нам очень легко взаимодействовать и нам тяжело взаимодействовать если мы этого не признаем не понимаем или их или боремся с этим потому что но не ну что я могу сказать против против лома нет приема а почему же я так вот сомневаюсь что-то практически дружба потому что друг друга можно поменять друга можно мужа тоже можно но ты знаешь и тут строже немножко если мы смотрим со стороны бога завет это нарушение завета и за это ну лучше лучше этого не делать если ты ну как бы оставил друга нашел себе другого это еще как бы мне но в библии есть почему можно это делать и так далее там подобное мы сейчас не будем в это вдаваться писание говорит и сказал бог создадим человека наш образ и наше подобие чтобы он господствовал над рыбами морскими над птицами небесными над скотом и над всею землей и над всею живностью которая снует по земле бог сотворил человека образ свой божий образ он сотворил мужчину и женщину сотворил и благословил их бог такими словами будьте плодовиты многочисленны заселяйте землю покоряйте и и господствуйте над рыбами морскими над птицами небесными и над всеми животными земли то этому это и не друзья потому что друзья не размножаются а жены уши жена до размножай это такое таинство которое это намного больше чем дружба это не ружья не сказал что 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 хавер на иврите от слова и тхабрут и тхабрут это значит что соединение хибор хибор при присоединения но это одно целое то ли соединение понимаешь это не только не то чтобы один присоединился другому это одно целое то ли это вот из двух просто приходит мы можем ли то я одно целое в общем мужчина и жена не могут быть друзьями они и друзья но они не друзья прям такие это больше чем дружба я все-таки раньше думала что это ну дружба должна быть может и жена ты нас намного глубже чем партнерство намного глубже чем дружба партнерство не стоит вот не в пыль не попадает вот этому завету это этому таинству которое господь создает с мужа с мужчиной и женщиной и это важно понять не просто мужчинам и с мужчиной и мужем и женой об этом мы сейчас поговорим почему вот нас смотрят молодые люди почему важно заключать завет перед богом и почему важно заключать завет официально перед государством почему как ты думаешь расскажи нам потом я выскажу свое мнение во-первых нужны свидетели и ты ты берешь ответственность ты обязуешься ты говоришь это был мужчина мужчина и женщина мужчина предлагает женщина подписывает договор разглашает когда мы соглашаемся значит мы готовы на все да и когда мужчина и женщина создает семью и создает семью в начале они дают обещание друг друга обещание друг друга они просто слова которые сказал слова и и обратно их взял нет есть вещи которые мы говорим провозглашаем и говорим это при свидетелях из брак заключается на небесах но с нашим согласием мы соглашаемся господь дает свою печать и разрешение поэтому это так это повелось это заведено так раньше вообще не было подписи раньше провозгласил что сара жена авраама в обществе как это не так она к туба нет но авраам и сара авраам и сара когда они как туба пришла от моисея от мужа тебе же виднее хорошо 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 то есть нам важно почему перед богом заключать завет перед ангелами небесными все все воинство стоит за тебя за твой брак ты заключаешь союз и ты позволяешь ты перед переходишь из статуса просто мужчины и женщины в статус мужа и жены окей почему нам нужно перед государством официально все можно за сложные законы хорошо я скажу свое мнение во первых перед богом мы заключаем завет потому что это не договор потому что если мы приглашать если мы заключаем завет перед богом мы приглашаем бога в этот завет а почему мы его приглашаем в этот завет потому что бог создал институт семьи на небесах все что на земле это прототип того что есть на небесах помнишь он моисеев сказал сделает точно так как я показал тебе на горе это первое второе в откровении написано что открылся там ковчег божий то есть даже на небе есть ковчег то есть все что институт семьи и брака он прежде всего родился или создан на небе и поэтому апостол павел говорит на в ефесяна в третьей главе вся которая которым именуется всякое отечество но на иврите написано всякая семья на небе то есть на небе тоже есть семьи я в это верю а как же иисус сказал там не женится замуж не уходит так сказал павел видно иврите так написано институт брака и семьи он пришел с неба если мы заключаем завет перед богом мы говорим богу добро пожаловать в наш завет он дает нам силу и писание говорит что нить скрученная втрое не скоро порвется это когда мы перед богом заключаем завет и третий не лишний у нас господь и его дух мы нуждаемся в господи и в его духе в нашем завете почему потому что если бог создал мужчину и женщину если бог их благословил если бог это начал то бог знает как это продолжит и дать любовь и мудрость мужу и жене второе почему это важно дамы законопослушные люди почему это важно перед государством потому что если человек не подписывает перед государством он не хочет брать на себя ответственность значит он дает себе открытую дверь или открытое окно ну приоткрытое может быть или там форточка небольшая чтобы потом улизнуть он может и перед государством если заключил но уже изначально оставляет место простите меня дьявол он дает место дьяволу не давайте место дьяволу написано поэтому я считаю драгоценные друзья где бы вы не находились что для нас важно прежде всего перед богом заключить завет и также важно перед государством чтобы у нас было официально чтобы у нас был официальный брак что мы теперь муж или жена официально должно вот моем в моих документах написано что у меня и жена там даже записаны все дети некоторые люди не хотят записывать почему потому что им платят за то что у них есть дети жена и это и так далее это неправильно изначально неправильно я не сужу никого я говорю лучше заключить если он заключен перед богом заключите его и перед государством не думайте что вы теряете что-то потеряв что-то вы приобретете величайшее благословение если вы решились на этот шаг значит вы дали мы об этом давай поговорим тоже как нужно выходить замуж и жениться потому что сегодня молодые люди но не особо хотят жениться сегодня в европейских странах это достигло уже и ближнего востока израиля это уже и арабских стран достигает когда девушки выходят замуж в 40 лет мальчики женятся в 40 их с лишним лет сегодня уже в 30 лет выходит замуж раньше было по-другому вот как ты думаешь как это должно быть у каждого по-разному ну да но сегодня модно что ты понимаешь в европе модно не сегодня не популярно выйти замуж молодом возрасте я не говорю молодом 16-18 он же знают и против этого я знаю ну ты объяснишь свои родные сестры выходили замуж в 19 в 20 21 год 22 это уже все это же делался и постоянно у моего папы было возмущение выходе замуж выходе замуж я говорил ну папа ну за кого дети выросли уже и они уже родили детей это знаешь как классно говорит не страшно быть дедушкой страшно спать с бабушкой ну ладно то есть зато уже и они они молодые еще а у них их дети уже все женились вышли замуж и они свободны и вообще это кларша нет слава богу каждый избирает тоже каждый пребывает в том что избирает но они нашли свою пару восемнадцать-девятнадцать-двадцать они не нашли им нашли нет но они же согласились когда мы имеем же этот совет ну не знаю конечно по цену мне тоже посоветовали тебя так что давай я тоже тебя посуда и мои родственники тебе посоветовали смотрят сейчас тоже эту программу передаем привет твоим родственникам они посуда передаем до желаем вернуться в дом божий аминь скорее всего у каждого индивидуально но есть люди которые зреют быстрее есть люди которые зреют медленнее есть люди которые обы приветствую что девушки выходят замуж позднем возрасте и сегодня это популярно она вначале живет со всеми или с одним там может жить они пожили 7 лет вот они друг другу не подошли потом она с другим может пожить или наоборот ребята парни ты это приветствующий нет расскажи нам что ты приветствую я и вообще абсолютно не имею ничего ни за ни против это люди опять же человек пребывает в том что он избирает как ни за и не против я не понимаю это другое дело если ты бы сказал что что относительно их говорит святое писание я говорю твое мнение мое мнение именно моем твое мнение мне надо хорошо я за то чтобы каждый человек как мужчина так и женщина они включили свои все внутренние резервы ресурсы для того чтобы на поиск и на на то что им подходит и нравится и ни в случае не говорили но это мне подходит на ну на 50 на 50 ну ладно попробую вот это я не приветствую конечно же лучше проверить то что тебе реально подходит я знаю что лучше подождать и дождаться своего поезда но ни в коем случае не садится не в свое купе и не ехать там энное количество времени потому что нужно будет возвращаться нужно будет восстанавливаться и потом это будет уже упущенное время это будет не то чтобы было бы тебе благословением больше чем конечно же бог и бог второго шанса конечно же господь он дает и благословляет но это уже не то это уже не так лучше скорее всего дождаться своего и выйти замуж жениться раз и навсегда принять решение такое что назад мы ну никуда никак мы только идем движемся вперед хорошо но без бога я не знаю если это возможно не знаю у кого-то без бога не у кого-то есть хорошие семьи браке без бога они не верующий это им кажется что они без бога даже если они веруют все-таки есть элемент божественное божественного провидения для людей люди горта что только семьи в боге что ли состоят да они не верующие они ходят ним синагогу не в церковь не в мечеть они не верующие ну не ходят вот не верующие они не принадлежат никакой религии а может принадлежат ну как бы ну со стороны но и мы видим в их жизни счастье может быть такой да потому что бог создал на небе институт семьи и брака и это пришло на землю и я верю что люди даже которые не заключили завет перед богом а только перед государством хотя у евреев мы знаем что все в основном проходит через равен of там заключает перед богом завет через равен от в основном сегодня уже есть всякие вещи когда люди не хотят этого делать и все-таки бог благословляет семью и брак даже если люди к нему не обращаются бога благословляет брак на принципах на духовных принципах которые записаны духовный принцип это любить жену а жена будет послушно мужу уважение к мужу будет туда то есть мы знаем такие семьи многие многие я знаю такие семьи да но но все-таки я хочу сказать что это неправильно когда девушки выходят замуж 40 ребята женятся больше 40 они гордну поживем чуть-чуть для себя или я сегодня другая отмазка даже у верующих прости за такое выражение отмазка но это отмазка реально а у меня ничего нету как я женюсь как я женюсь я им говорю я не знаю как вы женитесь я женился у меня тоже ничего не было потом все стало но как-то люди не понимают вообще люди не верят благодать не верят в божественное провидение не верят но я скажу тебе что происходит что плохо и сложно в поздних браках сказать тебе это эгоизм страшный и чем дальше человек чем больше человек живет сам себе в своем распоряжении тем углубляется и укореняется в этом даже если они живут вместе но они себя не связали узами брака то есть они не ответственны они не подписались они не предстали перед богом знать что плохо что они все равно где-то у них в глубине в глубине души где-то у них в глубине их разума есть это они обязаны любой скандала не до свидания сейчас это доказано что ты говоришь сейчас это доказано на практике практически 99 процентов разбегаются после энного количества это уже доказано и знаешь что потом удар еще сильнее удар еще сильнее потому что чтобы этим людям восстановиться они еще должны восстановиться некоторые люди чтобы восстановиться начинают менять партнеров другие люди чтобы восстановиться начинают на стаканчик подседать или еще что-то понимаешь потому что это душевные связи хотим мы или не хотим и становится одной плоти это душевная связь разрывается душевная связь а когда там бога нету это вообще катастрофа влюбчивость это плохая вещь должна быть любовь когда вы влюбляетесь во всех под подряд здесь поживете там поживете стой с тем так не должно быть а если обращаясь к верующим я хочу сказать писание говорит есть единственный грех от которого мы должны убегать для этого нам даны ноги учитесь бегать это блуд потому что человек грешит вне своего тела всяким грехом но блуд это грех против собственного тела а дух святой он ревнует почему ревнуют по нам у него такая ревность я скажу вам одну вещь писание говорит что мы храм божьего духа и божий дух когда начинает ревновать не дай бог чтобы мы будучи детьми божьими превратились в противников духа божьего как это стало с народом израиля поэтому бегайте блуда о невозможно все возможно верующим ну как же терпеть я молодой я молодая вот гормоны пляшут это все молитесь господу все возможно верующему молитва это ключ к сердцу божьему и это ключ для того чтобы высвободить силу святого духа и молитесь провозглашайте и просто просите у бога свою вторую половину которая от него вот это очень важно просите у господа вторую половину которая от него и вы увидите благословения потому что у евреев говорят что там есть одна душа на небесах и потом она разделяется и они сходят или вместе или постепенно а потом здесь бог дает им встретиться и дает соединиться верю ли об это но скорее всего да мне к тебе встречного правда верующие например встретились и вот но в порыве страсти страсти подались искушению и многие из них потом как будто тоже грех я расскажу я расскажу у нас был случай когда-то много лет назад у нас была одна пара и я не проповедовал не облудение прелюбодеяние о чем я проповедовала вере ты помнишь вера 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 и пришли они ко мне все мы так больше так не можем я ничего не знал играю и кстати это интересная история началась вначале он спал с другой девушкой которая тоже у нас было в они потом к нам пришли вот таком состоянии в общину он спал с другой девушкой потом начал спать с ее подругой и с ее подругой они начали уже жить вместе молодые молодые и она все я так не могу все мы должны разъехаться все финансовая часть не позволяет им этого сделать все все я не знал что делать ягура что у вас такой мы живем вместе а я схватился за голову мы молились я их консультировал я поехал к ним туда они могли разъехаться договор подписан все у них были разные комнаты мы по моему вечерю взяли все и они ключи все и они начали жить в разных комнатах они начали жить в разных комнатах я это единственный случай я позволил вам это сделать потому что я видел их искренность потому что не я к ним пришел они ко мне с этим пришли и но вот так они освещались они дали какое-то время нельзя было долго тянуть тоже чтобы опять не привести их к искушению и они сами приняли решение жениться сегодня у них трое детей я их поженил в основном всех которых я поженил в основном всех которых я поженил все живут очень хорошо слава господу помазание пришло такое на них и вот так такое было а были случаи когда я говорил остановить это срочно и срочно остановить это и не просто так что если вы уже переспали вы должны значит пожениться обязательно нужно пока во первых нужно покаяться перед богом на чем проблема у у некоторых динаминаций если вы переспали вы мы встречали таких людей потом они к нам переходили в общины вы переспали вы должны жениться у нас были такие все они потом друг друга грызут и все и пастырю приходится с этим совсем разбираться лучше бы изначально их разделили и сказали покайтесь и все потому что это серьезное решение это серьезное решение быть мужем или быть же увеличение площади должно быть основанием брака это сто процентов потому что одно дело вот если вот как говорят по-русски химия между нами приключилась химия у нас с тобой химия у нас них и только химия и физика и геометрия география все физика это хорошо хорошо друзья мы благословляем вас мы молимся о вас чтобы благодать господня пришла и чтобы бог дал вам правильный выбор и ребятам и девчатам чтобы вы выбрали правильного человека с которым вы заключите завет перед богом и заключите брак в государстве пусть бог вас обильно благословит и мы молимся пусть благодать наполнит вас тем кто уже женился и тем у кого уже есть семья мы желаем вам счастливых дней и все-таки будьте друзьями друг другу потому что вдруг он ближе чем брат и явится во всякое время шалом вам из иерусалима